Дорогие дети, мы сегодня пришли в гости в библиотеку, в Ставропольскую краевую библиотеку для слепых флобовидщиков и Маяковского. И сегодня какой день, ребята, форум, что скажут? 1 июня! Ура! Лето! Лето! Да? Да! А какой праздник, ребята? Кто скажет? Что за праздник? Здесь праздник! Здесь праздник! Ура! Да? Ну, все вместе похлопаем друг к другу, да? Здесь праздник! Здесь праздник! Ура! Ну, дорогие мои, сегодня поэтому здесь, на этом месте, на свежем воздухе, на аллее для слепых флобовидящих, мы открываем нашу летнюю площадку. И почетное право открыть нашу летнюю площадку предоставляется заместителю директора нашей библиотеки, Елене Викторовне Лихонос. Вот просим, любит и желаю! Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что сегодня мы с вами здесь, в нашей библиотеке. Сегодня совершенно замечательный день, и у нас целых три повода с вами для встречи. Вот, Ольга Тимофеевна уже, собственно говоря, вместе с вами эти поводы озвучила, да? Начало лета, начало летней, День защиты детей, ну и открытие нашего замечательного книжного лектория, Летонос. Я с удовольствием приглашаю всех вас провести эти летние месяцы, и я надеюсь, не только их, а вместе с нашими библиотеками. Поверьте, у нас тут совершенно необычные, очень интересные книги, а необычные они тем, что вы можете прочитать руками, прочитать глазами, вы послушать тоже и поиграть в этаж. Вот все это вы увидите у нас в сутки. Я, конечно же, не буду сейчас говорить о том, почему мы прочитали, что ли это, а сколько это хорошо, сколько это важно. Я думаю, что когда мы с вами послушаемся, послушаемся, вы сами вот это увидите, что книга, она действительно очень интересна, и с ней можно ознакомиться и через игру, и через мастер-класс, и вы там увидите в том же сфере и сегодня. Ну что ж, я приглашаю вас всех, отравлю наше третье и личное путешествие. Желаю, что путешествие для нас для всех стало интересным, увлекательным. Ну и объявляю наш читальный сезон открытым. Ура! Вы знаете, мы на необыкновенной площадке с вами. И сейчас две минуты, чтобы вы понимали, где мы находимся, вам расскажет наш главный библиотекарь. Наталья Витальевна Поряги. Ребята, здравствуйте всем. Хотелось бы сказать, что нам очень приятно, что сегодня, 1 июня, первый день лета, у нас здесь столько ребят собралось. Мы рады вас всех видеть и приветствовать. А находимся мы с вами на новой информационно-тактивной площадке. Она была создана в рамках проекта «Экомир Ставрополья 3D» в рамках грантового конкурса на ШУМ-2020. И мы бы хотели рассказать вам, рассказать немножко, да, о ней. Здесь у нас специально адаптированные объекты. Это бассейн, который наполнен различными природными материалами. Кара деревьев, камни. Также у нас здесь есть два стенда. Это животные Ставропольского края, где есть у нас и плоские обычные изображения, и ремесная графика. Здесь можно также и прослушать информацию. Там расположен QR-код, можно направить телефон, и тогда информация озвучится. И второй, не менее интересный стенд – это деревья Ставропольского края, на котором представлены различные породы деревьев, поливанные в Савропольском крае. Ну, ребята, лето не бывает без сюрпризов. И, конечно, так как мы с вами в библиотеке, для вас сегодня у нас пришел специальный гость. Это детская писательница Ольга Борисовна Семенова. Встречайте! Ольга Борисовна, вам снова, дорогая. Спасибо, мои хорошие. Сегодня же праздник и родителей, и детей. Так что я приветствую всех – мам, пап, бабушек, дедушек и первые офисы наших героев, наших детей. Я пишу не только для детей, но и для взрослых. Но сегодня у нас отчет идет перед детской обедой. Вышла пять книг волшебных сказок Лучезары. Здесь они все представлены. Представлены также мои рисунки, которые я рисовала сама к этим книгам. Не все, правда, оформлены моими рисунками, но третья книга полна. Сказки, мудрость и историю. День питания, рассказы Шахразада на востоке, Лучезара на Руси. Вот они, два портрета – Шахразада и Лучезара. Далее. В первой книге сказка заканчивается и писателем. Слава на Руси пускай звенят. Песни, струны, водят хороводы девы милых, А из ребят вырастают дети земнороденки. Мир и счастье по себя в запусте. Прочи идут раздоры и пороки. Чтобы духом разродилась Русь, Как о том благонили пророки. Это вот первая книга. Как раз обложка тут тоже. Вторая книга, также телесказки в стихах. Я вам просто присказку знахарю. Сказки разные бывают. Веселые, грустные, смешные. Их с любовью принимают. И отлично понимают. Сказки очень нам нужны. Сказка друг и сказка нянька. Ваш советник и стезя. Хладный дух, вторая банька. Нам без сказки жить нельзя. Третья книга. Можно зачитать. Спасибо. Можно зачитать, как вы танцевали. До сих пор до времени, когда царем стал Иван. И мудро правило. Соблюдение высших правил стало нормой на земле. В городах и на селе. Укрепилась в людях вера. На земле настало горе восхитительных творений. Лучезарных озарений. Мысли светлые у всех. Всюду музыка и смех. Бедных нет и нету нищих. Всем жилья хватает печи. И одежда дорогой. Всяка истячина другой. В дни правления Ивана. Плынул свет на землю Иваны. Стали люди. Жить все вместе. В счастье, радости и вести. Бьются песни по дворам. Вся земля. Единый храм. Человеческих сердец. Вот и сказочки, конечно. А под Иваном я подразумеваю народ. Весь наш народ. Который будет самодержавно править. Держать своих руках власть. Четвертая книга сказок. Все книги посвящены. Первая посвящена внучке Александре. Она уже теперь взрослая девушка. Вторая посвящена памяти моих благословенных родителей. Третья памяти моего сына. Четвертая внуку Роману. Что же сейчас я вам зачитаю? Конечно, вы можете послушать все эти сказки в записи в библиотеке. Кто-то может сам почитать. Когда слушают или читают, это лучше даже, чем темно. Потому что вы в это время сами представляете, какие герои были, что они говорили. А какой возраст? Возраст? Ну, где-то шести уже не понимают эти сказки. Люди радовались свадьбе. Я сама на ней была. Сладко с улицей пила. Вдохновенно передать. Нравы наши скорины. Поучительны и связны. Самобытностью страны мы действительно богаты. Помогая бескорыстно. Завещали предки жить. Русь цветует сердцем чистым. Детям пламенно любить. Продолжайте веру эту. И достоинств принести. Путь один. Дорога к свету. И другого нет пути. Мы сильнее год от года. Гимна начинаем динь. Шлемоносец, боеводы, есть защита для людей. Музыканты взяли мусор. И родные песни у них подхватили патриоты. И ура! Раздался крик. Нет раздоров и поминей. Воинам же окончен счет. Все в любви живут отныне. Шлемоносец, почут. Гордость сердца наполняет. Вера знаниями крепка. И с тех пор земля сияет. Отрусит нас все века. Ура! И вот эта книга волшебных сказок Ручезара посвящена моему внуку Игорю. Вот он тут вместе с мамой. Здесь рисунки рисовала художница, преподаватель художественного училища Светлана Сезоненко. Тоже можно зачитать концовочку и сказки. Кузьки свадьбы царь Андреев подозвал Кузьму ускорее. И ему, как обещал, он полцарства отписал. Генеральский выдал чир. Сам теперь он, господин, встретил девушку свою. Создал славную семью. Мать к себе привез Кузьма. Счастлива она весна. Иных внуков полон дом. Сладким звуком наполёт. Пирогами, сушками, шаньками, затрушками. Сеих штут и бьют поклоны. Вот что значит жить по кону. Жить по высшей милости. Правде, справедливости. Истину запомни это. И неси по белу цвету. Ты поможешь ты друзьям. Счастья с жизнью будешь там. Вот у тебя с ней. Еще есть такая книга для детей. Она называется «Солнечные лучики». Это был проект с участием детей, которые рисовали картинки к моим стихам. Вот они все эти детки. Это центр пророчного района детского творчества. Вот два дверничества. Два проекта были. Палитры и радуги. И вот каждому стихотворению ребенок рисовал картинку. Причем была презентация. И всем детям, которые рисовали рисунки, всем была подарена эта книга. Она вышла очень маленьким тиражом, к сожалению. Но всем подарили. С Курносова детства романтика. Два бантика и три фантика. На платьице два кармашка. И в каждом стихотворении. Птенчики-бубенчики. Мои все прекрасные. Кухняки и щечки на морозе красные. Вы такие милые. Такие малые. Глазерки разные. А губенки алые. Сонные, проворные, мирные, красивые. Милые, красивые. Вы растительные, самые счастливые. А вот экологические. Червят на асфальте продают и плачут. Не может сказать ничего. Давай пожалеем беднягу. Предатель положим на землю его. Замечает малышок, поглядя в начальник. Догоняй. Хорошо. Толстенько-худятенько. А тут еще и загадка есть. Один его занимает. Другой на нем стоит. Третий соблюдает. Четвертый хвостик говорит. Хвост. Хвост фактум. Хвост триста. Это хвостик. Человек стоит на посту. Поститься. То есть и не кушать. А вот еще вам вопрос. Скажите, пожалуйста. Вы чипсы едите? Нет. Молодцы. Вот у меня чипсы тут есть. Все. Дай лечиться воробью. Клюнул он, сказал. Слюбью. Не хочу такой картошки. Четвертый крошки. Дайте мне сейчас, друзья. Покормите воробья. Ну все, дети. У вас еще мероприятие продолжается. Поэтому не буду заниматься воробью. Спасибо вам огромное. Дорогая Ольга Флорисовна, еще, пожалуйста, такая вот пенсия, что сегодня, дорогие дети и родители, вы все становитесь автоматически нашими читателями. И каждому из раз мы получим вот такой символический читательский билет, который откроет вкус вам, дорогие дети и родители, к новым знаниям, к новым свершениям. И эти читательские билеты сейчас вам вручит наша уважаемая гостья Ольга Борисовна Семенова. Спасибо. Пожалуйста. Да, в семье. Да, в семье. Спасибо. Вот еще мальчик. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok У нас сейчас начнется в библиотеке мастер-класс. Для всех ребят мы их делим на две группы. Вот. В одном зале в детско-юношеском пройдет и в центральном читальном зале. Уважаемые родители, чьи дети нуждаются в поддержке и помощи, то, пожалуйста, вы пройдете вместе с ними. Чьи дети могут самостоятельно, да, осуществлять, что задания легкие. Вот. У нас начнется мастер-класс, это роспись по памяти. Мы сейчас сопроводим детей в библиотеку, а потом вас, родители, ждет увлекательное... А я говорю, ты говорила. Елена Миткарова из наших штатов. Мы с вами решили, что у нас будет, да, лето на улице стоит. Первый день защиты детей, да, значит, мы будем с вами сейчас творить. И для этого можно рисовать на чем вообще? На листах, бумаге, да, вы знаете, на всем-всем-всем можно рисовать. Но мы сегодня с вами будем как древние-древние художники. Знаете, что есть такие древние? Помните, на камнях, в пещерах рисовали, да? Вот мы с вами сейчас превратимся в такие древние-древние художники. Рисовать. Вот смотрите, сверху вниз мы проводим одну линию, потом другую линию и вот так вот сюда, да? И у нас получился, что, как стебелечек и листочек, да? Теперь мы что с вами сделаем? Мы с вами помоем хорошенько кисточку, да, обмакнем ее. Затем я вытру ее о салфеточку, потому что иначе хорошенечко вытруем кисточку. И теперь возьму, что, вот предположим, у меня будет желтенький цветочек. И я сделаю вот такой желтенький, вот такой цветочек. Вот такими этими краплениями, да? Так. Мне даже несколько цветочков получится, да? Смотрите, какой. Запомнили-ка? Угу. Приступаем. Можете красненький, если кто захочет цветочек сделать. Можете красненький, если кто захочет цветочек, Можете красненький, если кто захочет цветочек, Можете красненький, если кто захочет цветочек, Субтитры подогнал «Симон»